Добро пожаловать в группу под названием Девор. В этой серии я покажу вам, как заполучить такое прекрасное одеяние на всех персонажей абсолютно бесплатно. С вами канал ZALEXFLAY, а помогала мне в создании данного видеоканал Котти. Это её идея сделать данное видео. Для этого нам понадобится собрать 30 цветков Саакуры, и мы вам в этом поможем. Заранее извиняюсь, если порядок действий будет немножечко непоследовательным, так как мы торопились для вас записать данное видео. Первый цветок будет сразу на старте за цветочными горшками в углу, которые все в паутине. К сожалению, до создания видео я уже собрал 4 цветка, поэтому их не будет видно, но место расположения я вам покажу. Как только мы перелезем через окно, с правой стороны внизу на полке будет второй цветок. Развернувшись на 180 градусов, в комнате напротив за столиком в углу будет лежать третий цветок, там где две паутины. Данный цветок я уже подобрал, так как в планах создания гайда не было, но я думаю, данные цветки вы и так легко найдёте. Выходя из комнаты, бежим на ресепшн, и в углу, где горит светильник, будет лежать следующий цветок. От ресепшна направляемся в прачечную по коридору, и с правой стороны будет много стиральных машин. И между стиралками в самом углу будет следующий цветок. Пробегая через ресепшн, за занавеской, по коридору, с правой стороны у нас будет комната с бильярдной. Заходим в неё, и с левой стороны, за урной, будет следующий цветок. Не выходя из этой комнаты, поворачиваем, открываем дверь, попадаем на кухню. В конце под столом будет следующий цветок. От ресепшна будет другой коридор, проходя по которому мы попадём в умывальню. За занавеской открываем дверь, попадаем в ванную комнату, и в самом конце будет три таза. В самом углу третий таз, и там вы найдёте следующий цветок. Его я уже забрал. Выходим из умывальни. В конце с левой стороны, рядом с занавеской, будет лестница. Возле ресепшна, сразу будет лестница, поднимаемся по ней, и в углу за мусором будет следующий цветок. Пройдя дальше по коридору, напротив пятой комнаты, будут полки с полотенцами и с туалетной бумагой. И на одной из полки, по-моему, вверху слева, должен лежать цветок. Далее, от комнаты номер пять, идём до конца коридора. Поворачиваем налево. И также, рядом с полотенцами, внизу, на нижней полке, предпоследней, будет лежать цветок. Далее нам нужно будет побежать в пещеру. Спускаемся вниз. Бежим по коридору. Уходим как раз-таки к пещере. Смотря в сторону пещеры, с левой стороны будет лежать большой камень. И за этим камнем будет следующий цветок. Далее, от булыжников, бежим в сторону источников. Добегая до них, внизу, под лестницей, будет лежать следующий цветок. Сразу поднимаемся наверх, открываем дверь. И в предбаннике, за табуреткой, будет ещё один цветок. Сразу от предбанника, открываем дверь. Пройдя за навеску, поворачиваемся налево. И в самом углу будет следующий цветок. Войдя в пещеру, будут две стороны. Идём по правой. И с правой стороны, в конце, будет ещё один цветок. Далее нам нужно будет активировать девушку, которая молится на алтаре. Идёт анимация. Немножечко противная. Она выблёвывает яйцо. И уползает. Нам не обязательно его поднимать. Идём дальше. Зайдя в дом от ресепшена, проходим по коридору. С левой стороны будет улица. И через улицу сразу попадаем в следующую комнату с правой стороны. У нас здесь будет столик и большое панно. И рядом с панно, с левой стороны, внизу будет следующий цветок. С этой комнаты выходим в коридор. Справа будет лестница. Поднимаемся на второй этаж. Проходим рядом с восьмой комнатой. И с левой стороны будет дверь. Зайдя в неё, сразу с левой стороны, в углу, будет стул. И под этим стулом будет следующий цветок. От этой комнаты идём сразу по коридору. И с левой стороны будет комната пять. Открыв её, мы видим маленький столик и низкие стулья без ножек. Так вот, сразу на одном из них будет лежать цветок. Выходя из этой комнаты, мы видим разрушенные перила. Там, где мы подбирали один из цветков, сразу в углу, рядом с холодильником, можно увидеть цветок. Ещё раз извиняюсь за то, что получилось немножечко не по порядку. От разрушенных перил поворачиваем направо и рядом с постером будет кладовая. Открываем её, заходим внутрь. И напротив вёдер, которые коте случайно уронило, можно увидеть следующий цветок. Под контейнерами. Спрыгиваем вниз через разрушенные перила. Проходим через занавеску и до конца коридора. Выходим на улицу. Пробегаем дальше. И сразу в углу за коробками можно увидеть ещё один цветок. От коробок поворачиваем назад. Бежим по коридору. Поворачиваем налево. Поднимаемся по лестнице. Рядом с восьмой комнатой. Поворачиваем налево. Направо. И здесь у нас будет душевая с туалетами. Проходим. Поворачиваем сразу налево. У нас здесь будет два зеркальца, два умывальника и по центру мусорка. С левой стороны будет стоять ведро. Так вот, в этом ведре как раз-таки ещё один цветок. Следующий цветок будет в восьмой комнате. Мы ключ нашли не сразу, поэтому у нас почти в конце получилось. Задя в восьмую комнату, в самом углу рядом со столом будет много паутины. Так вот, между паутиной и столиком будет цветок. Выйдя из восьмой комнаты, поворачиваем налево, спускаемся вниз по лестнице. Направо выходим на улицу. Бежим по коридору до конца. Заходим в комнату. И за телевизором можно будет найти последний цветок. За телевизором у самой стеночки. Получаем достижения и получаем новый скин, который я сейчас вам покажу. Надеюсь, тебе данный видеоролик очень сильно помог. Жми лайк, оставляй свой комментарий. Также надеюсь, ты подпишешься на мой канал. Он называется The Alex Play. На данный момент там 104 тысячи подписчиков. Мы снимаем различные игры и много-много хорроров. Надеюсь, тебе у меня понравится. Ну и, собственно говоря, вот такой вот скин мы разблокировали. Давайте применим к нашим персонажам. Данный скин доступен абсолютно всем персонажам. И, я так понимаю, в каждой главе можно получить свой уникальный скин, собрав все предметы. Надеюсь, тебе понравился данный видеоролик. Ребята, обязательно поддерживайте лайком, пишите комментарии, смотрите видео от начала до конца, советуйте друзьям, делайте репосты. Это очень важно для продвижения. В данном видеоролике принимала участие Коти, это ее идея, ее инициатива. Она предложила идейку, чтобы я снял данный ролик. Котя мне очень сильно помогла с данным видео. И также я оставлю на нее ссылочку внизу в описании. Обязательно тоже подпишись и нажми на колокольчик. Она снимает новости по Dead by Daylight. Я думаю, тебе понравится. В общем, всем удачи, всем пока, до новой встречи. Надеюсь, подпишешься на два канала, Zellie Play и Коти. Также будет много видеороликов по данной игре, где мы с вами пройдем все главы. И еще есть плейлист, можешь посмотреть.